МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герои программы Майдейн Казахстан – это иностранные специалисты, связавшие свою судьбу, пусть и ненадолго, со страной в центре Евразии. А также послы и волонтеры. Они с любовью рассказывают о Казахстане, о том, чем они занимаются, а главное, как им живется сегодня, в невиданных для новейшей истории условиях мировой пандемии. Когда основная деятельность проходит в онлайн-формате, а общение с коллегами стало дистанционным. Изменилось ли к ним отношение казахстанцев, и как страна справляется с тем, что еще вчера казалось невозможным в современном мире? Об этом они расскажут честно и непредвзято. Всем привет! Меня зовут Ивайло. Я из Болгарии. Живу в Казахстане 21 год. 17 из них в Актав. Я вырос в городе Варна, а когда уже работал в Алматы, мне предложили приехать сюда. Признаться, я ни секунды не сомневался. И вот почему. Полюбуйтесь этим прекрасным видом из моего окна. Мне пора в офис, но позже я смогу познакомить вас со своей семьей. О, я забыл мобильный. И теперь нам точно нужно идти. Кстати, хоть я и живу в Актав, мы много путешествуем, и это наши воспоминания о поездках. Это набережная Актав. Она начинается здесь и продолжается еще где-то 3-4 километра. Вы можете встретить здесь кого угодно. Вечером на набережной гуляют с семьями. Дети катаются на велосипедах, на роликах. Повсюду люди. Всего несколько лет назад здесь все было нетронутым. Был естественный ландшафт. Только камни и тому подобные. Но сейчас Актав очень быстро развивается и превращается в настоящий туристический центр. Гулять здесь прекрасно, а некоторым счастливцам повезет жить в этих домах. Прямо здесь, на пляже. Нельзя получить все, что хочешь, но хотя бы чашку кофе можно. Давайте выпьем одно. Ивайла Тодорова любит и ценит все, кто его знает. Он очень светлый и открытый человек. Возможно, сыграло роль то, что он родился в приморском городе, в солнечной Болгарии. А его опыт работы в компаниях с мировым именем и стратегическое видение – это то, что крайне востребовано у казахстанских специалистов. Вот что мне нравится после хорошей прогулки. Вы можете выпить кофе, наслаждаясь бризом, морским воздухом. Окей, выпили кофе, и можно двигаться дальше. Вот почему мне нравится Актау. Это мое любимое место, чтобы погулять, выпить чашку кофе, немного расслабиться. Вы только посмотрите, как красиво. Гляньте на море. Рыбаков, чаек, красивую набережную. Все эти камни. Здесь не было ничего 4-5 лет назад. В Казахстане много места. В городе кое-что перестраивается, облагораживается. И нет пробок, дорожных заторов. Вот, например, из новых красивых зданий Ассамблея народа Казахстана. А вот и Каспийское море. У нас самообслуживание. У ребят выходной, поэтому я должен сам залить бензин. На самом деле, это нормальная практика в Европе. В Болгарии, например, откуда я приехал. Обычно мы делаем это сами, а потом идем платить. Вспомню былое. Отлично! Я знал это! Теперь идем в офис. Тут растет акация. Смотрите сюда. Вау! Она мне нравится. Летом здесь очень живописно. Хотя и сейчас вполне. И вот мы в офисе. У нас трудится около 30 человек. Но сейчас, как понимаете, пандемия, и все работают онлайн. О, Ивайла! Как ты? Отлично! Прошу вас. Коллеги в молодой казахстанской компании, которая оказывает логистические услуги и нацелена на рост до уровня мировых корпораций, расценивают Ивайла едва ли не как один из важнейших своих активов. С Ивайлом мы знакомы с 2003 года. Я называю его своим учителем. Как друг, как старший брат и квалифицированный специалист, он меня многому научил. Работая в международных или уже в отечественных компаниях, повсюду он показывает себя только с лучшей стороны. И всегда, где бы он ни был, когда мы обсуждаем историю, он с гордостью подчеркивает, что он тоже, как потомок протоболгар, сын степей. Вот мы и на нашей базе. Давайте я вам покажу, чем мы тут занимаемся. Привет, как вы, ребята? Как дела, парень? Это Тайсон. Тайсон, это свои, не волнуйся. А это моя красавица. Эй, как дела? Хорошая девочка, хорошая. Сейчас я тружусь с молодой казахстанской компанией. Она создавалась с нуля. Но компания выросла и теперь может работать с крупными игроками на рынке. Пойдемте, покажу вам нашу базу, созданную за последние годы. Я совсем забыл, мне нужно было зайти в бухгалтерию. Это Нургуль, наш бухгалтер. Ты получила табеля? Да, все хорошо. Зарплаты, все расчеты готовы? Готовы. Ребята будут счастливы? Они будут счастливы. Теперь мы идем к еще более важному человеку – финансовому директору Мадине. Эй, привет. Слушай, я сейчас подошел туда. Она сказала, что все тайм-счеты, все на месте, рассчиталась всю зарплату. Все нормально, да? Сможем? Конечно, да. До 10-го все получат заработную плату. Все как обычно, все в силе. Хорошо, хорошо, Мадин. А как обстоят дела сейчас с контрактом? Нужно решить этот вопрос, желательно, на этой неделе. Хорошо, хорошо, Мадин. Ладно, спасибо. До свидания. Приветствую. Еще раз, да. Как тут делаешь? Да, вот стрелала сейчас от крана. Сейчас вот это по просьбе клиентов, сейчас начинаем ее реставрацию делать. Сейчас кольца уберем. Ну, готовить будем уже. Теперь мы идем в один из наших боксов. Там мы ремонтируем наших тяжеловесов. У нас есть грузовики, и прицепы, и самосвалы. Помимо этого есть катки, бульдозеры и краны. 130 единиц техники. Большинство из них в работе. Есть и цистерны. В них мы транспортируем сырую нефть. Давайте я вам покажу. Это одна из таких цистерн. Всего их 20. И в некоторых из них нефть транспортируется прямо сейчас. Война войной, а обед по расписанию. День Ивайла Тодорова весьма насыщен, но он успевает все. И попить кофе на утренней набережной, и потрудиться на славу, и вовремя пообедать с любимыми. Кто рано встает, у того хватает времени на все. Так, мальчики, идемте обедать. Да, во-во, идем. Сейчас. Так. Простите, я забыл представить мою жену, Альям. Мы вместе уже 20 лет, а это наш сын. И мой сын, Джуниор. Ивайла младший. Так как мы уйгуры, любим и зелень, и мясо, поэтому нам приходится это миксовать. И очень разнообразная кухня у уйгуров. Сегодня моя супруга смешала две кухни, капельку европейской и немножко уйгурской. Мы смешанная семья. Я православный христианин. А моя жена мусульманка. Кстати, с сыном мы разговариваем обычно на болгарском, а с Альям на русском. Настоящая интернациональная семья. Много добрее, много добрее. Вот когда себе мы купили? Это в Стамбулке, Турции. Сыном Ивайла гордится по праву. Будучи школьником, подросток вошел в национальную сборную по пляжному волейболу и уже выступает на международных соревнованиях. Пойдемте в мою комнату. Я сыграю для вас кое-что. Мою любимую песню. Мы приехали к друзьям на дачу на барбекю. Шашлык, так его здесь называют. Надеюсь, они время не теряли. Все уже готово. Молодцы. За это я их и люблю. Жизнь без друзей лишена света и тепла и искреннего участия, поддержки со стороны любящих тебя людей. Ивайла, как прекрасный семьянин, предпочитает дружить домами. Несмотря на то, что уже осень, здесь все зелено. Мне это очень нравится. В Актау в степи уже все желтое и бурое, но здесь как будто все еще лето. Ну прямо райский уголок. Прекрасно. Тут и клубника, и сливы, и яблони. К счастью, еще остались цветы, которые мы можем унести домой. Феликс, мой лучший друг, он кореец, и это его дача. Мы бываем здесь почти каждые выходные. Знакомьтесь, это его жена Света. Познакомились мы очень интересно через наших жен. У наших детей разница в дне рождения ровно один день. Этот человек впервые встретил нас на улице. Что самое лучшее в этой стране и что мне действительно нравится? Это то, что люди здесь очень дружелюбны. И вот так вот незнакомцы могут встретиться и запросто разговаривать друг с другом, как ни в чем не бывало. На самом деле в Казахстане проживает 120 национальностей. И все они мирно уживаются в общем доме. Они работают вместе, вместе празднуют, веселятся, играют в футбол. Это очень красивый город. Единственный приморский город в Казахстане. И вы можете наслаждаться здесь жизнью на морском побережье. Кстати, мы только что встретили нашу подругу, с которой знакомы много лет. Привет, красавчик. Как дела? Как тренировка? Хорошо. Уже в старшую группу тебя перевели? Ну ты даешь. Кого идешь по стопам? Ивчика, да, старшего брата. Правильно, правильно, давай. Ой, спасибо. Ты красавчик. Вот мужик. Джентльмен. Ты мужик настоящий. Джентльмен. Правильно. Это такая редкость у нас здесь, да? И твой любимый фиолетовый цвет. Семью Тодоровых я уже знаю более 10 лет. Наши дети ходили в школу вместе. Он очень грамотный, начитанный. Он может в любой момент все посоветовать, все сказать, все рассказать. В Каспийском море интересно то, что вода приходит и уходит. У моря есть цыглы, которые могут длиться примерно 30-40 лет. К примеру, два года назад это место было под водой. Сейчас уровень моря понижается так, что оно оголилось. Но, возможно, через 10 лет вода вновь вернется. Никогда не знаешь наверняка. Очень живописные, чудесные скалы. Это просто потрясающе. Например, вы можете увидеть здесь какой-то амфитеатр, вообразить старинную битву, да что угодно. И это место, куда мы обычно приходим после работы. Летом здесь очень много людей. Смотрите. Это расщелина, которая обычно с приливом наполняется водой. А после отлива там можно обнаружить морскую живность. И здесь то же самое. Очень мило. Что сотворило эти отверстия? Никогда не узнаешь. Ага, соленая. Но не сильно. Не такая соленая, как в Средиземном море. Вы только посмотрите, как живописно. Никогда не знаешь. Может, в древности это была каравелла, а со временем просто окаменела. Отправимся дальше. Здесь начинается так называемая скальная тропа. Очень красивая. Ее открыли примерно года три. Нет, пять лет назад. Чтобы люди могли прогуливаться вдоль этих скал и наслаждаться красотой. Она очень длинная. Это все когда-то было под водой. Здесь можно увидеть естественные узоры, которые обычно встречаешь только в пещерах. Они миллионы лет формировались морской водой. Это грот. Небольшой, но очень красивый. Поразительный вид. Мы можем представить, как все, что перед нами сейчас, когда-то было скрыто от глаз. Сказочная подводная пещера. И теперь это одно из любимых мест голубей. Вы можете в это поверить? Только посмотрите на это. Добро пожаловать в Казахстан. Милости прошу, Вактау. Кто скажет, что это не Карибы и что здесь не жили пираты Карибского моря? Может, капитан Воробей спрятал свои сокровища именно здесь? Какая красота! Веками мать природа создавала это. А это русалка в Актау, не в Дании. Вышла из моря, чтобы увидеть здешние красоты. А там, в море, можно увидеть корабли, которые ждут своей очереди на разгрузку в порту Актау. В зимнее время их число может достигать порядка полутора тысяч судов. Мне очень нравится, как сделали эти поручни. Прекрасная работа. Сразу видно, что ты в морском городе. Можно подумать, что это где-то на Средиземном море. Какое красивое море. А вода такая прозрачная. Некоторые камни привезены сюда из пустыни, где они были обнаружены. Возьмем пример этот камень с древними рунами. Он был на стене разрушенной крепости, здесь неподалеку. Датируется X-XI веками. Это и вправду исторический камень, не копия. После целого дня в офисе или в поле вы можете прийти сюда и насладиться морским видом. За это мы и любим Актау. Мангостау славится обилием сакральных мест. Приморская пустыня становилась пристанищем отшельников, святых и проповедников на протяжении тысячелетий. С древности история народов, населявших эти земли, заносилась в античные персидские и китайские хроники. А сегодня важнейший нефтяносный регион питает экономику Казахстана. Наше утро сегодня началось очень рано. Мы собираемся в священное место Бекетата. Это одно из популярных мест у паломников. Но по пути я не мог не остановиться, чтобы взглянуть на нефтяные насосы, которые качают черное золото. Они работают безостановочно круглые сутки. Это мой новый друг. Иди сюда. Иди ко мне. Пес охраняет это священное место, где расположено захоронение Шопана Та, который был учителем Бекетата. Последний, в свою очередь, был проповедником и почитался здесь, как святой. Приходя сюда, люди совершают малое омовение, ополаскивают лицо и руки. И только после этого посещают захоронение. Сейчас мы направляемся к месту захоронения Шопана Та. Несмотря на то, что прошло много веков, Шопана Та и Бекетата до сих пор почитаются как духовные лидеры Мангастау. Сейчас мы все увидим своими глазами. Вот то самое место, где он жил. Несколько комнат. Он здесь молился и учил людей. Этому знаменитому тутовому дереву позади меня около 800 лет. Здесь также был чудесный родник. Угачайся. А это тебе. Хорошие мальчики. Настоящие казахские жеребцы. Парнишки. Молодца, молодца. Ну все. Окей, окей. Пока. Прости. Белые скалы. Вообще слово «актау» в переводе с казахского означает «белая гора». То есть «ак» — это «белый», а «тау» — соответственно «гора». «Ак», «тау». Собственно говоря, подразумеваются такие вот горы. Очень впечатляющие. Вот мы и прибыли к Бекетата. Это главная достопримечательность Мангистауской области. Люди приезжают со всего Казахстана, чтобы посетить это место. Наконец мы здесь. Бекетата. Это дорога вниз. Чтобы добраться к некрополю, нужно идти по ней полчаса или даже минут сорок. Он жил в той пещере. Там тоже есть вода, священный источник. Люди отовсюду, даже издалека приезжали к нему для того, чтобы проникнуться учением и мудростью старца. Сюда приезжают, как на хадж. Это казахстанская мека. Идемте. В местности Огланды, где в 18-м, начале 19-го веков проживал знаменитый суфи Бекетата, бушевал порывистый ветер, который гнул кусты к земле и, казалось бы, гнал прочь случайных посетителей, как будто желая защитить это место силы от нечистых помыслов. Но вот что удивительно, там внизу, во впадине посреди пустыни, поражающей инопланетными пейзажами, у подножия скалистого обрыва, где находится подземная мечеть, съемочную группу встретили тишина и покой. И даже козочки дикого архара или краснокнижного муфлона, которых в народе зовут питомцами великого старца, вышли к нам без опаски, всем своим видом, демонстрируя, что не боятся ни нас, никого бы то ни было. Вот архар, предводитель стада, настоящий вожак. Он сейчас прискачет сюда. Здорово! Вот этот дух! Иди сюда, красавец! Прекрасное животное! Вот еще один источник, обладающий целебными свойствами. Все, кто сюда приходит, обычно пьют эту воду и ополаскивают лицо. Она вкусная, она соленая, слегка. Как мой отличие. Ммм, солоновата на вкус, но совсем чуть-чуть. Достаточно, чтобы почувствовать, но при этом чистое и очень свежее. Источник поил когда-то и Беке Тата. Мы тут не впервые. Здесь не разрешают снимать, потому что это священное место, и мы можем потревожить дух предков. Но у нас остались прекрасные ощущения. Это был чудесный опыт прикосновения к святыне. Я очень рад, что вновь побывал здесь. Теперь мы должны вернуться туда. Дорога обратно не всегда легкая, но нам поможет благословение Беке Тата. Но мы сейчас имеем благословение Беке Тата. Спасибо. Поистине космические пейзажи. Кому-то они напоминают фантастические фильмы. Так и мерещатся повсюду следы деятельностей инопланетян. А кто-то видит здесь остатки рудников древних гигантов. При этом ученые утверждают, что без малого миллиард лет назад это было дно мирового океана Тетиса. Потому здесь, в урочище Божжара, на дне каньона Платоустюрт, кругом находят останки морских обитателей, а знаменитый мангистауский известняк и ракушечник это и есть окаменелые раковины древних моллюсков. Мы уже в другом знаменитом месте. Это Божжара. Прекрасный пейзаж. Одно из лучших мест Мангистау. Так что мы просто остановились, чтобы полюбоваться. Это похоже на традиционный казахский национальный дом. Каформа в точности повторяет юрту, как он называется. Надеюсь, мы будем там через несколько минут и сможем посмотреть поближе. Все дороги ведут в Рим, но, к сожалению, не все дороги под властны моему автомобилю. Это очень хорошая машина, но все же я бы не стал рисковать. Так что просто осмотримся, а затем мы вернемся и поищем другой путь. Думаю, там будет вода. Видите, там есть зеленые кусты. Возможно, там когда-то протекала река или небольшой ручей. Очень интересно. Мне нравится испытывать себя. Я хочу попробовать подняться наверх, посмотреть, как далеко я могу пройти. Попробуй отсюда или оттуда, под разными углами, но... Окей. Эй, у меня получилось! Как ты? Очень захватывающе. Похож на ската, на электрическую рыбу или что-то в этом роде. Ну, хорошо. Вау! Сколько людей приехали вслед за моим автомобилем. Посмотрим, смогут ли они проехать. Первый, похоже, сможет это сделать. Я возвращаюсь. На этом мы прощаемся с героем нашей программы «My Day in Kazakhstan» и Вайла Тодоровым и его семьей. Надеемся, что он еще многие годы проживет в городе-у-море и послужит его процветанию. Мы прощаемся с героем neu Red Army. Я не успеваю. Я не успеваю. Я не успеваю. Редактор субтитров А.Семкин